Друзья, всем привет! Пока у нас на хайпе HyperOS 2, пока на китайском рынке вся эта история доступна, для глобального рынка компания Xiaomi продолжает выпускать различные HyperOS 1.0, 1.1, которые в принципе-то ничем таким кардинальным не отличаются от всех предыдущих сборок HyperOS 1.0, но если мы рассматриваем HyperOS 1.1, то это как бы-то у нас шаг вперед. И вот новое обновление, которое добавляет некоторые такие интересные моменты. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, у нас подопытным выступает как и обычно Xiaomi 14. На него приходит новое обновление 1.1.3, конечно же это 15-й Android и международный индекс. По сравнению с прошлым видео кое-что поменялось, а в частности разработчики добавили адекватный список изменений. И он у нас не просто, что мы там рады вас видеть в тесте, что там обновляется патч какой-то, но в принципе вы можете заметить, что даже они что-то да и прописали. Ну и давайте смотреть. Первое, по экрану блокировки. У нас исправляются проблемы, когда у нас допустим не могли мерцать настройка параметров активного экрана. Хотя, честно говоря, когда я туда заходил, особо такого не замечал. Но опять же, хорошо, возможно кто-то там как бы отправлял отчеты с данной проблемой. Большой список изменений по рабочему столу, в частности это оптимизация и исправление. И вот допустим оптимизация по значкам папок, которые не всегда отображались полностью. Проблема, когда на рабочем столе оставалась там не заполненной какая-то часть места. И исправлено, что в некоторых случаях рабочий стол переставал работать правильно. Это имеется ввиду всякие ошибки, которые могли вылетать на обновленных версиях рабочего стола. И в разделе недавнее исправлено, что карточка приложения начинала дрожать при изменении порядка отображения. Ну, кстати говоря, тоже такое я замечал в этой версии. И спасибо разработчикам, что они не затянули момент в плане исправления всей этой проблематики. В целом и в общем хочу отметить давайте по самой системе и по анимациям. Вы можете заметить, что папки в целом открываются у нас очень быстро. Анимации у нас обновленные как для HyperOS. И анимации у нас вы можете также еще заметить не столь топорные, как это было ранее. В частности это еще реализовано новыми обновлениями рабочих столов. Да, кто-то может из вас сказать, а вот я сейчас накачу там себе на HyperOS 1 и у меня все будет так в ажуре. Но как бы то все не так. Почему? Потому что разработчики продумали этот момент и на HyperOS 1 версия из 1.1 и 2 версии HyperOS. А конечно же будет там с некоторыми проблемами, в частности с ошибками. Открываются приложения у нас очень быстро. И могу отметить, что разработчики вот в данном моменте действительно не подкачали. Хотя я думал, что они могут нам немножечко все это дело испортить. Но спасибо на том, что они этого не испортили. В целом ощущения по оптимизации быстродействия и плавности у меня прекрасные. И хочу сказать, что аппарат справляется на ура. И я вот лично допустим 1.1.3 доволен. Именно по этой составляющей. Теперь мы с вами возвращаемся в настройки. Что еще интересного можно найти? А это у нас будет касаться штук, которые я честно говоря не ожидал увидеть на глобальном рынке. Но давайте разбираться. Первая история это для тех аппаратов и тех владельцев, у кого в рабочем столе есть такой пункт под названием «Жесть вниз по рабочему столу». И тут вы можете выбирать либо поиск приложений, или же шторку уведомлений и центра управления. И я получается активировал поиск приложений. И чтобы дальше его активировать, вам необходимо сделать вот такой свайп. После чего у нас проявляется такой некий поиск. Ну и также вы понимаете откуда это было взято. Ну сама как бы идея. Далее. Вы можете сказать, что ничего такого примечательного мы с вами не находим. Но как только вот допустим нажимаем с вами на США или там любой другой запрос. Я не говорю, что именно США надо вводить. То есть любой другой запрос. Сделай фотографию или там допустим историческая справка какая-нибудь. Или там я не знаю гитара, компьютер, там Xiaomi. Там даже я не знаю, что еще можно такого придумать. Ну хорошо, давайте вот кроме как США, давайте вот реально введем с вами Xiaomi. Получается ничем не примечательный запрос. Но если мы с вами посмотрим в поиске чуть правее, мы с вами наблюдаем AI. И да, в глобальной прошивке появляются AI ответы. Мы с вами вот сюда нажимаем. И далее нам что система предоставит. Но понятное дело, что на английском языке информация нам тут будет вылезать. Если вы введете другой свой запрос какой-то, то информация вам будет выдаваться на вашем языке. Опять же, вот если мы с вами выберем сделать фото и искусственный интеллект активируем. Далее вот смотрите, вот что нужно для того, чтобы сделать хорошую фотографию. Как бы такие советы нам вылезают. Как это все дело активировать? Все банально просто. Вам необходимо обновить версию ленты биджетов до 13.33.2, если я не ошибаюсь. Если у вас есть пункты для того, чтобы активировать поиск, вы в принципе сможете попробовать всю эту тематику. Да, интересно, да, необычно. И вот разработчики попытались таким образом что-то новое добавить. Опять же, не могу сказать, что это прям супер вау. И что прям без этого мы раньше как не представляли работу своего Xiaomi. И как мы вообще без этого жили. Но как видите, хотя бы хоть какая-то видимость работы от разработчиков проявляется. Далее, следующая фишка у нас застряла, получается, в разделе специальные возможности. И мне, честно говоря, не до конца понятно, почему это именно так. Но если мы с вами заходим в этот раздел, выбираем скачанные приложения, тут у нас проявляется система Mi AI. И тут у меня возникает один вопрос. Либо же это какая-то заготовка на будущее, потому что как только я активирую систему Mi AI, у меня ничего по системе из искусственного интеллекта Xiaomi не проявляется. То есть, как бы оно есть, но по факту я от этого никакого профита не получаю. Ну вот я активировал. Далее можно выполнить активацию быстрого запуска этой функции. Ну и о приложении. Кому интересно, так это приложение называется, система Mi AI. Но в самой системе я ничего подобного не нашел, чтобы указывало на то, как это все дело можно активировать. Да и вообще, в принципе, как оно должно работать. Но те, кто любят всякие там недры, системы там еще MIUI, там HyperOS, вы знаете, что есть такое у нас интересное приложение, которое называется Activity Launcher. И с его помощью можно немножечко залезть туда в глубину системы и найти по данному разделу весьма интересные моменты. И вот получается, я через Activity Launcher нашел такой раздел, который нам указывает на следующее. Что у нас есть какая-то Mi AI Image Creator. То есть штука, которая может генерировать изображение на основе наших описаний. И тут меня сразу осенило, что, а быть может, данная тема у нас характерна больше для приложения галерея. Ведь когда-то разработчики обещали, что в галерее добавится такой некий поиск, с помощью которого можно будет генерировать изображение, которое мы с вами захотим. Да, как бы меня эта идея посетила, после чего я перешел в приложение галерея, но там я ничего не нашел, чтобы указывало на проявление этой функции. Опять же, как уже сказал, что возможно эта заготовка на будущее обновление и возможно в HyperOS 2, в глобальной прошивке, данная тема проявится. Понятное дело, что хочется все и сразу, хочется все попробовать, но, как вы понимаете, не все так просто в этой жизни. Что же, друзья, такое получилось новое HyperOS 1.1.3 для глобального рынка с индексом MI. И, честно говоря, есть такое предположение, ощущение, что выход HyperOS 2 на глобальный рынок уже очень скоро. И, скорее всего, также эта прошивка 1.1.3 или в целом 1.1 есть некоторым таким тестовым полигоном для того, чтобы понять, как эти фишки будут работать на глобальном рынке, да и вообще, в принципе, нужно ли это пользователям. Потому я думаю, что в будущем еще, возможно, выйдет одно или два обновления максимум, где разработчики предоставят, в принципе, картину всех обновлений и также функционала, который будет уже в новой HyperOS 2. И потому, чтобы не пропустить всю эту движуху, рекомендую подписаться на наш Telegram канал, ссылка в описании. И те, кто не подписаны на мой YouTube канал, подписывайтесь и ставьте колокольчик для своевременных оповещений о новых видео на канале. Если о чем-то забыл упомянуть или остались вопросы, также пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.